здравствуйте друзья с вами открытый диалог и сегодня у нас в гостях психолог татьяна литвинова автор очень серьезной книги которая вышла в этом году в издательстве альпина паблишер книга называется сталин жил в нашей квартире как травмы наших предков мешают нам жить и что с этим делать это очень серьезное исследование которое посвящено семье автора и о том как татьяна литвинова автор книги справляется с травмами оставленными разными доставшихся ей от разных семейных поколений тут есть замечательные слова вернее слова которые дают представление о том о чем книга я считаю что вопрос о наследии репрессий для нас чрезвычайно важен так как сталинская эпоха оставила огромное количество травмированных семей и вот о передаче этих травм как раз и написано эта книга татьяна здравствуйте спасибо что нашли время для разговора здравствуйте здравствуйте махаил спасибо что пригласили я перед тем как договориться с вами о беседе вспомнил и собственно сказал вам о том что первой ассоциации с этой книгой у меня был роман анатолия рыбакова дети арбат потому что когда он вышел и в конце 80-х годов когда он был опубликован его представляли как один из символов страха символов вернее одной из тех книг который отражает страх тридцатых годов страх перед репрессиями и так далее в вашей книге насколько я внимательно ознакомился этот роман не звучит но тем не менее что вы думаете об этой книге приходилось ли вам ее читать и как она отражает на ваш взгляд вот этот сложный период в истории нашей страны 30-е годы читала детей арбата это было 90-е годы когда этот роман вдруг стал популярным да эта книга я помню на самом деле помню как студенты если я не ошибаюсь дома там был стишок то ли всем газету то ли в какое-то студенческое издание про студента который все вечно знает хотя ничего не учит да и и к этому к этому тогда и привязались и из этого сделали дело почему работа в моде вот я помню эти слова что это значит вот как можно сделать дело сейчас вообще-то дела репрессированных они ведь уголовные официально по-прежнему да это архивное уголовное дело и вот сейчас на самом деле может потомок вот такого человека который написал стих ударный труд работа в воде может вообще думать что его предок уголовник и я знаю таких людей вас буквально на первых страницах вас очень много отсылок к разным литературным произведениям и вообще ваша книга в моем понимании эта книга детстве о том что детство это самый сложный период жизни человека мне это увиделось именно таким образом я это понимаю этот взгляд и он мне тоже очень близко и у вас здесь упоминается книга хроники нарнии которая большинством людей воспринимается как такой развлекательная сказка и фильм и книга хотя я не уверен что книгу многие читали в основном все знают фильмы историю про платяной шкаф и вот здесь пишите что вы что вы сочиняли истории о привидениях как бы убегали от реальности и вот вспоминаю и вы пишете что вспоминаются герои известной серии книг хроники нагнии дети которые были вывезены из города которые постоянно бомбят мы читатели не помним что речь идет о второй мировой войне вместо этого видим прекрасную сказку в доме родственников дети находят портал путь волшебную волшебную страну когда нужно просто открыть полотяной шкаф давайте пожалуйста вот на ваш взгляд вот эта книга этот образ какой феномен детства он отражает и почему она важна для вас почему вы решили вот сказать о ней ну часто на самом деле уходят фантазии дети которым есть от чего убегать в хрониках нарнии это ну вообще это события которые касались всех этих детей это была война это травмированные дети травмированное детство да но зачастую уходят фантазии кстати иногда и взрослые тоже а не всегда фантазии кстати да если ребенок сидит все время в наушниках чтобы не слышать что дома происходит а дома все время ругаются например да сейчас есть много гаджетов которые помогают детям уходить и это могут быть книги это могут быть фильмы я кстати из тех людей которые если есть возможность прочитать фильм скорее прочитаю прочитать книгу скорее почитать книгу чем посмотрят фильмы и хроники нарнии для меня это прежде всего серия книг да надо мной в этом смысле смеются старые друзья они знают что для меня даже там звонок это фильм не фильм а книга я думаю что колоссальное количество людей обратило внимание на вашу книгу именно из-за ее необычного названия сложного метафорического образа сталин жил в нашей квартире конечно имеется в некоторая метафора образ сталина образ страха а скорее и вы много и много пишите об этом книге о том что сейчас сталин входит в моду и сейчас есть такая некоторая склонность к идеализации этого времени склонность к какому-то обновлению этих концепций которые тогда были не может быть это не очень верно сказано тем не менее есть какая-то иной взгляд появляется более положительный на эту эпоху скажите пожалуйста как вам пришла в голову идея назвать книгу именно таким образом и может быть несколько подробнее вот об этой метафоре потому что в чем суть названия сталин жил в нашей квартире и я думаю это то что вы только что раскрыли наверное начали раскрывать на самом деле иосиф лицарионыч оказался живее всех живых он снова популярен меня это испугало на самом деле да в этом смысле жил в том смысле что наследие его времени жила хотя его самого очень редко упоминали на самом деле сейчас он вдруг стал популярен его стали упоминать чаще но пережитая семьей в брежневское время жила в семье жила вот кстати говоря ну во всех наших семьях она на самом деле живет это наследие знаете как например страх до или наследие голода или еще когда ой ну кто помнит какие в брежневское время были выборы кстати о выборах да в брежневское время человек получал бюллетень я успела в последних настоящих советских выборах поучаствовать и пришла туда с мамой да я в книге описала этот случай как сильно перепугалась мама потому что мне было любопытно и захотелось зайти в кабинку они там стояли в них никто никогда не заходил потому что в бюллетене был один кандидат там никакие галочки там не ставились просто это брали и несли и и клали в орду а я зашла в кабинку мама боялась и на следующий день и через день что вам за это будет да вот так вот на самом деле страх жил я бы я выросла прибрежнее у меня было море по колено мама выросла при сталине что-то другое да вот каких-нибудь других травм у вас есть очень много внимания фильме уделяется в книге уделяется фильму альфреда хичкока веревка я вкратце расскажу это фильм снятый одним планом практически без монтажных склейк он начинается он начинается с того что студенты убивают своего 22 студента убивают своего товарища прячет его тело в сундук и в это помещение приглашают на вечеринку своих друзей вы скажите пожалуйста как этот фильм содержание которого я примерно пересказал хотя он конечно сложнее чем этот пересказ как он как он помогает раскрыть феномен передачи психологической травмы из поколения в поколение вот если можно в том числе из поколения в поколение передается также хотя этот в этом фильме не из поколения в поколение но там очень хорошо показана неосознанная передача такого знаете материала пугающего о котором не говорят прямо то есть вот эти два парня которые скрывают преступление и при этом они ведь на самом деле пригласили гостей в эту комнату это получается ситуация скелета в шкафу они спрятали покойника в этой комнате о чем начинаются разговоры конце концов о насилии об убийстве об удушении при том что никто им прямо ничего не сказал да кто-то вспоминает там так задушил курицу возмущение я никогда никого не душил да потом девушка убитого которая в общем то ей никто не говорил что его убили да убийца душителю говорит я бы тебя задушила вот эти темы возникают знаете и в этом ни грамма мистики нет потому что эту тему вбросили вообще-то говоря неосознанно сами те кто знал тайну так также происходит кстати в семьях если в них есть тайна да те кто знает тайну и невольно проговариваются то тут то там а потом эта тема возникает и живет хотя люди могут не знать вообще что они о чем-то уже знают знают и не знают это я сейчас говорю о семейных тайнах есть семьи в которых рассказывали на самом деле но со рассказами не все так просто потому что потому что не досказывают как правило про что-то сказали про что-то нет Вы пишете тема репрессий по-прежнему остается закрытой в обществе где узники сталинских лагерей их не приглашают на встречи со школьниками ну понятно что сейчас уже наверное узников сталинских лагерей нет живых по естественным причинам может кому-то лет 90 и где-то есть да практически нет уже наверняка это связано с тем что до сих пор не придуман но я не знаю может я ошибаюсь не придуман язык на котором можно говорить об этом очень сложном периоде мы уже наши историю нашу историю наше прошлое тем не менее язык не придуман как-то не принято об этом говорить не принято об этом говорить для широкой аудитории как вы считаете чем это может быть связано и если какой-то впереди перспектива того что мы все-таки научимся осмыслять этот опыт вы пишете книги что пока опыт не осмыслен он продолжает жить и тревожит нас вот если какая-то ну ваша книга это один из этапов этого осмысления тем не менее вот если какая-то впереди перспектива как все это осмыслить я очень надеюсь что это мой вклад в это осмысление на самом деле я старалась изложить это да ну силу знаете и своего жизненного опыта кстати учительницей я тоже была кстати министерство образования да я была и учительницей преподавателем вот поэтому я постаралась и изложить как и рассказать как это передается настолько насколько могла понятно хотя там конечно фрагменты моих фантазий тоже есть из детства но там понятно что это фантазия я не верю не в привидения не в реальный дух сталина который прибыл но я рассказываю подробно как происходит механизм передачи и даже там задание есть для желающих их выполнить чтобы лучше понять про то что им передано внутри семьи если не передал то что не передается это уже я как психолог знаю знаете то то что не проговаривается отыгрывается в действие передается как-то в другом виде ну например ну простой вариант да тот кто пережил голод может начать объедаться наедаться впрок в семье не знают что с чего она и объедается да но стараются вести себя как-то может по-другому и сами начинают на диеты садиться следующие пока и еще что-нибудь а все вертится вокруг еды есть здоровое конечно питание но нездоровые очень диеты тоже на самом деле у вас есть фрагмент который мне особенно понравился некоторые известны из детства расхожие шутки родом оттуда из лагерей например шаг влево шаг вправо расстрел я прекрасно помню когда у школе школе писали контрольную работу и учительница предупреждая нас что списывать нельзя нельзя смотреть к соседу тоже говорил вот эти фразы шаг влево шаг вправо расстрел взгляд вверх там попытка взлететь какие-то вот такие какой такой юмор очень странный и я вспомнил что примерно такая же история была с трагедией чернобыля когда появились неожиданно появились черные анекдоты про чернобыльскую трагедию как вы считаете вот как почему вот эта тема проникает таким странным образом в массовое сознание почему это происходит ну по разным причинам я вот думаю с одной стороны знаете что то тягостное очень травматичное обратить в шутку это легче переживается и и одновременно это становится может быть избеганием на самом деле да стали вышучивать это все несерьезно это ну как будто этого и не было на самом деле по-настоящему и не было так так травматично да с другой стороны с другой стороны это способ передачи потому что в этом виде наследие вот как я сегодня говорила живет в том числе в этом виде да в виде шутки шаг право шаг в левый расстрел это это вообще реальные слова конвойных шагать в сторону нельзя было да теперь это живет в том числе в школах в том числе ну до сих пор да в школах в любой организации где ну требования достаточно жесткие и да важно делать работу правильно кто-то жалуется на начальника считает его слишком авторитарным говорит у нас шаг право шаг левый расстрел и люди давно не помнят что это значит это стало шуткой но это передается вот то наследие действительно один из способов передачи неосознаваемый у вас тоже есть один очень интересный фрагмент про школу а еще мы в школе учили наизусть стихотворение маяковского рассказ хреново от кузнецк строя и о людях кузнецка по небу тучи бегают дождями суммарок сжат под старым телегой рабочие лежат и слышит шепот гордой вода и под и над через четыре года здесь будет город сад известная фраза которую узнают даже те кто в советской школе не учился тем не менее вы раскрываете смысл этого стихотворения вот здесь в принципе вы пишете о чем это вот можно как-то сейчас еще раз рассказать это смысл о том что люди заключенные возводят город или смысл все-таки другой они не были нам не говорили в советское время ни про каких заключенных как я помню нам говорили о героизме тружеников от ранней ранних лет советской власти как я помню героических людях которые готовы пережить всякие тяготы вот этого труда да вообще под старую телегу до рабочие лежат в воде там холоде строят а потом они быстро и от себе хорошие квартиры и будут там они строят социализм и наше счастливое общество в котором я жила вот росла в 70-е годы нормальные школьницы говорили чтоб ну вот так с вами хорошо жили в советских домах квартирах да там вот не договаривали важную вещь что эти люди были репрессированные да это были кулаки ссыльные спецпоселенцы и они не по своей воле туда приехали строить и лежали там под старой телегой в воде у вас есть в этой книге она разделена такими блоками рефлексии когда вы даете задание небольшое читателю и среди заданий есть такое задание узнать историю своей семьи скажите пожалуйста насколько важно знать историю истории своей семьи и как в этом убедить например как в этом убедить юных граждан нашей страны школьников почему они должны знать ведь везде в школах говорят сделайте генеалогическое дерево но никто не объясняет почему это важно почему этого нам нам не говорили когда я училась в школе даже когда я работала в школе в девяностые годы нам это мне кажется у нас дети это не рисовали в то время но рисуют это хорошо что рисуют может быть скучают да не знают зачем это надо а кто-то знает есть семьи в которых этим интересуются на самом деле вот почему это но я бы сказала наверное я бы не стала всех заставлять обязательно эти деревья рисовать хотя но элементарно раз нарисовал школьника хорошо вспомнил как там прабабушку звали в семье назвали но вообще ему сказала что это желательно и хорошо и чем лучше мы знаем тему тем лучше в каком смысле знаете люди часто боятся туда ходить и копать говорят можно такого по узнавать ты думаешь у тебя там все предки были прекрасны ну скажу честно да ни у кого из нас не были все предки прекрасны все предки плохие тоже ни у кого из нас не было это были просто люди они были разные и у них в жизни много разного случалось я сравниваю знание своего происхождения от кого мы произошли произошли вот людей которые за нами дедушек бабушек прадедушек прабабушек сравниваю с фундаментом на котором мы стоим вот но в некоторых направлениях практической психологии почувствовать как то лучше стоишь на ногах почувствовать себя увереннее и лучше знать чего-то в жизни хочешь часто называют заземлением вот знание своего происхождения действительно заземляет представьте себе фундамент которым не достает кирпичей понимаете это более прочный фундамент в котором эти кирпичики есть вот я так очень просто говорю не разбираюсь конечно в строительстве ну вот чем чем лучше знаем тем прочнее фундамент чем лучше мы ну кстати говоря и и самого себя человеку тоже желательно знать и тогда мы себя действительно принимаем и уважаем вот самого себя знать не идеализировать не обесценивать я не абсолютно хорошая не абсолютно плохая да я про я человек у меня есть качество за которых меня может за которые меня можно уважать и хотеть со мной общаться у меня есть качество в силу которых я может и не подарок для кого-то да вообще не и все это вместе кто это я вот достаточно хороший человек вот с происхождением то же самое все это вместе происхождение меня достаточно хорошего человека и я лучше знаю почему я такая потому что то что было в семье повлияло на меня знаете то что нас воспитали родители это легко понять формировался наш характер в семье где мы росли там нас воспитывали совсем хорошим и плохим что в нас есть могу воспитали ее отец и мать папу воспитали его отец и мать чтобы эти родители потом воспитали меня таким образом дедушка и бабушка повлияли на то какой стала я а дедушку и бабушку каждого воспитывали его отец и мать чтобы он стал таким какой он стал его его ребенок стал таким, как и он стал, понимаете? И так идет стыкочка до нас. Интересное занятие на самом деле. Знать это полезно. Вы пишете здесь в конце книги о том, что некоторые люди не хотят знать правду о репрессиях. И в опровержении фактов репрессий приводятся различные доводы. И вот один из них это все сочинил Солженицев. Как вы оцениваете роль Александра Солженицына в осмыслении сталинской эпохи? Сейчас многие говорят о том, что, многие писатели и исследователи, что там очень много неправдоподобных цифр и фактов. И вообще это такое больше художественное произведение, нежели какая-то исследовательская работа. С другой стороны, она и названа как опыт художественного исследования. Как вы оцениваете «Архипелаг Гулаг» и в целом Солженицына в этой роли? В целом, считаю, очень важной работой. Знаете, насчет цифр мне трудно судить, поскольку я не специалист в этой области. Насчет фактов, скажу, чем больше знаешь собственную историю, тем больше знаешь, что там много правды. В том числе, о которой я написал Солженицын. Знаете, когда он писал о тяжелобольных доходягах, которых освобождали из-за болезни, из лагерей, они добирались домой, кто доберется домой живой, понимаете? И как они добирались, как их встречали на вокзалах. Я помню еще, как пыталась найти это слово «сактировали», что значит. Искала глагол «сактировать». На самом деле «актировать» – это приставка совершенного вида. Вот, актированные люди. На самом деле, прадеда моего актировали. Он добрался до дома, он прожил полтора месяца и умер дома. Я узнала о таких людях, я многое узнала о Солженицынах, на самом деле. И то, как в лагере было больше шансов выжить, если ты специалист. И много деталей из жизни лагеря. Кстати, да, прадед мой был специалистом, но ему это не сильно помогло. Ну, что сказать? Я думаю, очень важное дело сделала Солженицын, потому что он назвал максимум имен, какие я смог припомнить. Он сохранил имена людей, многих. Вот что я запомнила из этой книги. Я, на самом деле, в отличие от «Хроник Нарнии», читала сравнительно недавно. Да, вот когда начала уже узнавать о собственных репрессированных предках, я прочитала «Хроник Нарнии», ну, не больше десяти лет назад. «Хроники Нарнии» я читала совсем давно. И, знаете, на самом деле я очень уважаю этот труд. Максимум сохраненных имен, сохраненных человеческих историй. Я считаю, вообще, что история – это, в первую очередь, история людей, отдельных людей. И поэтому, извините, я перебила. Поэтому узнавать истории наших реальных предков – важное дело. Мы узнаем отечественную историю, как никогда не узнали бы. Просто из учебников. Вы приводите в конце список литературы, список ресурсов, которые могут помочь разобраться в этой теме. И среди них есть музей истории ГУЛАГа. Я сравнительно недавно там был и видел выставку. Я только не понял, временная она была или постоянная. Выставка дверей, двери следственных изоляторов, которые там были выставлены. И мы производили такое очень сильное впечатление. Какие у вас остались впечатления от этого музея? Знаете, я в нем ни разу не была очна. Я подписана на рассылку музея истории ГУЛАГа в интернете. Я много очень их мероприятий смотрела. Когда была пандемия, у них очень много было мероприятий онлайн. И я переписывалась с сотрудниками музея истории ГУЛАГа. Они мне помогали искать родственников. Я задавала вопросы, как лучше искать. Кроме того, я запомнила, как переписывалась с Александром Макеевым, например, который про своего прадеда написал книгу, про его историю. Вспоминаю. Посмертные письма про пастора Вагдера, но это под заголовок. Вспоминаю название сейчас. Да, вот с Александром Макеевым я переписывалась. Еще на сайте музея истории ГУЛАГа есть образцы документов. То есть, по-моему, там я брала. Но, во всяком случае, у них тоже они есть. Татьяна, скажите, пожалуйста, ваша книга, конечно, во многом посвящена воспитанию детей. И вы о своем детстве много рассказываете. Тяжелая, мне кажется, самая тяжелая страница этой книги. Это описание каких-то ваших историй из детства. На каких принципах должно строиться воспитание ребенка вот сейчас, в 21 веке, в 24 году? Как вы считаете? Как вы считаете? В обращении с ним. Ну, знаете, детей стараются уберечь от какой-то трудной информации, но зло срывают, опять же, на детях. Ненарочно, на самом деле, часто, да? Но дети не ангелы. Ребенок доведет. А доведет он не потому, что он зловредный. А у родителя столько накопилось своей боли? У какой-нибудь мамы, которая ребенку не рассказывает, куда делся папа. Запретная тема в семье. А ребенок так на папу похож. Он даже не знает, на кого он похож, к примеру. Это не моя история, да? И вот, я своего папу знаю, знала. Ребенку достается каждый раз. И он такой семейный враг народа. А в семье есть болезненная правда, о которой трудно говорить маме. Ну, вот эти знаменитые истории про то, что папа летчик, дальний летчик-испытатель, который уехал далеко и так далее. Да, есть такие истории. Это еще не худшая история, на самом деле. Ну, такая семейная легенда. Я постараюсь, ну, не резюмировать, может быть, а как-то выразить основную идею вашей книги. Вот вы меня поправите, если я не прав. Нужно в семье, внутри семьи, с детьми и между собой делиться всеми семейными тайнами, чтобы они, будучи непроговоренными, не проявились как-то еще. Вот вы пишете, что если у ребенка какая-то травма есть, то она даже в играх будет как-то, даже в его игре будет как-то проявляться. Вот насколько... Это... Причем это хорошо, если у него есть возможность в игре проявить ее. Вот родители этого часто пугаются. Но нормальные, хорошие родители, которые хотят воспитать хорошего человека, да, они смотрят, что у ребенка в игре кто-то кого-то бьет и пугаются. Не играй в такую игру. Ну, да, особая история то, что у современных детей очень у многих просто игрушек нет, да, уже. Ну, там есть какие-то человечки из конструктора, и он смотрит мультик. Он смотрит мультик, которым кто-то кого-то бьет. Да, родители могут пугаться, родители могут злиться, не смотри этот мультик. Родители часто пытаются, знаете, с хорошими намерениями контролировать, что ребенок смотрит. Это глупый мультик, это тупой, а ребенок его хочет смотреть. Значит, в этом мультике что-то для него важное. Что он смотрит мультик, мультик про лунтика, это глупый мультик, но он же добрый. Как он родился вообще, это существо, на и какое оно милое. Ребенку хочется, чтобы вообще-то, когда он родился, он для всех был милым. И он был любимым и ценным, да, и чудесным. Вот, если кто-то с кем-то дерется, кто-то кого-то бьет, ему есть на кого злиться. В какие компьютерные игры ребенок играет, тоже интересная идея. Он строит миры, да. Он что-то созидает, что-то такое, он замечательный, да, он создает целые миры. Или он от кого-то убегает, или он кого-то бьет. Тема, которую ребенок выбирает, ну, раньше он чаще в игру с игрушками, и сейчас чаще в такие игры, да, что у него там в телефоне, во что он играет, что он смотрит. Это какие-то важные темы из его жизни. Чего он боится. Если у него есть страхи, возможно, у него будут игры со страхами, с ужастиками. Или он на что-то злится на кого-то. Или он, вот про это, да. Или ему хочется быть силы влияния больше, да, контроля над ситуацией, он скорее тогда будет там что-то строить замечательное. Ну, это я очень упрощенно говорю. Ну, да, поэтому если выражается в играх, то хорошо, если выражается. На самом деле. Ну, родители именно вот думают, что это, часто думают, что это работает наоборот. Она стала рисовать черным цветом, а я ей подсовываю другие карандаши, краски, ну, раскрась же красным, да. На душе сейчас черно у ребенка из-за чего-то. Она перестанет рисовать черным. Что сейчас в ее жизни происходит? Давайте подумаем. Спасибо вам большое. Друзья, сегодня мы говорили с Татьяной Литвиновой, автором книги «Сталин жил в нашей квартире» о психологических травмах, которые могут передаваться из одного семейного поколения в другое. Книга очень интересная, ее мало обсуждать, ее нужно обязательно прочитать. Там есть очень яркие истории, очень тяжелые истории. Но мы всем рекомендуем обратить на нее внимание, наверное, из начала... Это одна из главных книг вот 24-го года. Я думаю, что если мы какие-то рейтинги увидим в конце 24-го года, мы обязательно там найдем и вашу книгу. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, друзья, за внимание. До новых встреч и читайте книги. Ссылка на эту книгу будет в описании. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо.